В этом уроке мы будем русифицировать администраторскую зону нашего сайта, а также мы будем русифицировать сам сайт. Для того, чтобы это все сделать, мы должны вначале запустить Денвер, я его отключал на прошлом уроке, поэтому нажимаю я еще раз старт Денвер. Теперь мы видим, что здесь у нас появились вот значок перышки и значок конвертика со шляпой. Теперь запускаю я браузер, я преимущественно буду работать с Mozilla Firefox. Для начала мы запустим наш сайт Localhost, Осетия. Вот такой у нас вид нашего сайта. На соседней вкладке мы запустим Localhost. Значит, Осетия и администратор. Осетия и администратор. И нажимаем Enter. Вводим имя пользователя. Это у нас был админ. Ну и пароль 1, 2, 3, 4, 5. Нажимаем Login. Мы видим, что у нас панель управления и все остальное, все на английском. Чтобы русифицировать его, нам необходимо перейти на ссылочку здесь, вот в Language Manager. То же самое мы можем сделать через верхнее меню Extensions. И здесь есть такой же пункт меню Language Manager. Куда нажмем, разницы нету. Поэтому я нажму на левой стороне. И смотрите, у нас здесь всего лишь один язык английский. Поэтому и неудивительно, что у нас русский язык здесь не работает. Поэтому нам необходимо этот язык установить сюда. Для этого нажимаем на кнопку Install Language. После этого мы здесь выбираем нужный нам язык. Но здесь, как видите, нужного языка нет. Нужного языка нет. Поэтому придется нам искать его. Нажимаем на кнопку Install Language. После этого мы видим здесь огромное количество языков. Давайте найдем русский язык. Переходим на вторую вкладку. Здесь тоже нет языка русского. Переходим на третью вкладку. И теперь смотрите, здесь есть русский язык. Ставим галочку. И обратите внимание на то, что данный язык будет скачиваться с сайта Joomla.org, на который мы заходили только недавно. То есть, все обновления, все русификации и все остальное можем качать всегда оттуда. Итак, мы нажимаем после этого на кнопку Install. Естественно, он будет связываться с данным сайтом. При этом обязательно надо, чтобы у вас соединение с интернетом было. Иначе мы установить русификатор не сможем. Все, установка успешно завершена. После этого, ну, как мы видим, ничего у нас не изменилось на самом деле на экране. Ну, теперь нам необходимо сделать по умолчанию вот этот язык. Для этого мы должны зайти в меню Extensions, выбираем Language Manager и здесь выбрать язык русский. Ставим здесь радиокнопку, активируем. И можно нажать потом на значок вот с этой звездочкой. Видим, что звездочка желтая наверху. То есть, это означает, что в данный момент у нас по умолчанию стоит язык английский. Или же мы можем нажать на кнопку Default, чтобы получилось у нас по умолчанию. Что я и делаю. Но, как мы видим, у нас почему-то язык не стал русским. Но на самом деле, обратите внимание, что мы это сделали не для администраторской зоны, а для сайта мы сделали русификацию. Теперь, если мы перейдем на этот сайт, а перейти можно на сайт, нажав вот наверху, для перехода на сайт, шелкаем. И мы видим, что у нас раньше здесь было вот так по-английски, а теперь стал вот так по-русски. Поэтому, вот эту часть я даже закрою. Теперь мы будем русифицировать таким же образом уже администраторскую зону. Для этого, вот внизу есть тоже ссылка инсталляция администраторской зоны. Шелкаем здесь. И также ставим галочку позиции Russian и нажимаем на кнопку для установки по умолчанию данного языка. После этого, почему-то у нас меню и все остальное не становится по-русски. Если даже вы здесь обновитесь, не всегда помогает, почему-то не понимая, зачем. и достаточно, чтобы все работало по-русски. И надо это все закрыть. Теперь заново запустим Mozilla. И по-новому наберем localhost. Так, только не здесь. Наверху. Localhost. Осетия. Splash администратор. Удар внизу есть. Вводим админ, пароль, пойти. И вот все. У нас все меню. Значит, фанель управления. Все у нас работает по-русски. Теперь, если мы зайдем сюда, в систему общей настройки, здесь мы можем также... Пусть откроется. Ну, отсюда мы ничего не берем. Переходим на вкладку «Система». И вот видим, что путь к нашему сайту лежит вот по данному маршруту. Далее. Еще ниже мы видим, что время жизни сессии 15 минут. Это означает, вот смотрите, автоматически автоматически завершать сессию пользователя, если он не выполняет никаких действий в течение указанного количества минут. То есть, если вы не подходите к компьютеру более чем 15 минут, он у нас выходит с администраторской зоны, и вам приходится потом заново заходить в админ-зону и, соответственно, мы теряем на это время. Поэтому здесь время жизни сессии можно установить немного больше, чем 15 минут. Оставляю я 25 минут. И чтобы наши параметры, наши настройки сохранились, я нажимаю кнопку «Сохранить». «Сохранить». Настройки конфигурации сохранены. Теперь, я думаю, вы обратили внимание на то, что с левой стороны у нас имеется меню в виде ссылок. Если мы здесь берем и нажимаем на кнопку «Система», допустим, «Панель управления», соответственно, с левой стороны тоже все меняется. Если мы будем здесь брать материалы, меню же материала, то есть хотим мы создать новый материал, к примеру, или зайти в меню же материала, что мы можем сделать с таким же успехом, как там, нажав, или же нажав здесь. Многие пункты здесь, они дублируются, но проще, естественно, с левой стороны это нажать, чтобы не лазить, допустим, наверху меню. Но чаще всего приходится работать и с меню. Мы видим, что здесь менеджер материалов, здесь имеется работа как с материалами, так и с категориями. То есть здесь они сгруппированы по каким-то своим параметрам. Если я работаю с меню, естественно, там будет все относительно меню. Ну и так далее. Для того, чтобы перейти на главную страницу управления, нажимаем на эту кнопку с левой стороны. Ну а чтобы выйти из администраторской зоны, мы можем здесь нажать и выбрать здесь выход. Ну и все. Далее можно все закрыть здесь. И на этом данный урок завершен. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...